Добрый вечер! Вы смотрите программу «Семь дней. Барановичский район» в студии Екатерина Стриха. И вот о чем узнаем уже сегодня. Получить бесценный опыт армейской жизни. Военно-полевые кадетские сборы проходили в Барановичском районе. Летний патруль. Местные активисты перешли на усиленный режим несения службы. Лето книжных открытий 2018. В Барановичском районе стартовала акция летних чтений. Военно-полевые кадетские сборы на 61-й авиабазе в Барановичском районе проходят уже в четвертый раз. На протяжении пяти дней кадеты получали дополнительные знания и навыки, бесценный опыт армейской жизни. Все подробности полевых сборов в первом материале выпуска. В лагере кадеты учатся оперативно и правильно выполнять поставленные задачи, анализировать, принимать решения. Им тут всегда рады и знают, чем занять, чтобы ребятам было интересно и полезно. Здесь они увидят жизнь, базы. Опять же, поживут в полевых условиях, это в палатках. Для них тоже что-то новое, приятное. Ну а мы, как всегда, окажем помощь, научим и покажем для них также организацию полета. В таком лагере кадеты проходят огневую строевую подготовку, учатся оказывать первую медицинскую помощь. Кроме того, посещают различные подразделения Барановичского гарнизона. Я считаю, что учебно-полевые сборы – это важное мероприятие, помогающее учащимся кадетского училища, то есть нам, кадетам, ощутить себя в армейской шкуре, как настоящие солдаты, чувствовать себя в обычной их повседневной жизни. Кадетские сборы продолжаются всего пять дней, а вот запоминаются потом надолго, говорят ребята. А самое главное – обучают навыкам, которые потом обязательно понадобятся. Внимание! Дети! Барановичский район вновь присоединился к республиканскому специальному комплексу мероприятий, направленному на предупреждение детского травматизма на дорогах. Наша съемочная группа отправилась в рейд вместе с сотрудниками госавтоинспекции Барановичского РОВД. Отправляясь в рейд вместе с сотрудниками госавтоинспекции, думали, что тех, кто ездит без ближнего светофар, практически не будет. Ведь внимательный водитель сразу заметит, что все машины, идущие во встречном направлении, едут со светом. Да и мероприятие «Внимание! Дети!» ежегодно проводится в конце учебного года и начале летних каникул. Эта мера направлена на привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма и повышение концентрации внимания юных пешеходов на дороге. На территории Барановичского района за истекший период 2018 года зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего, в котором ребенок погиб. В аналогичный период прошлого года совершено также одно дорожно-транспортное происшествие с участием ребенка, который получил целесное повреждение. С целью стабилизации обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом на территории Барановичского района с 25 мая по 5 июня организован специальный комплекс мероприятий под названием «Внимание! Дети!». Еще один момент, на который обращали внимание инспекторы во время проведения рейда – соблюдение правил перевозки детей. Ведь именно по вине взрослых дети получают травмы чаще всего. Например, этот автобус, перевозивший ребят, двигался без включенных проблесковых маячков. И только после напоминания инспекторов нарушение было устранено. Статистика свидетельствует, что с начала этого года с участием несовершеннолетних зарегистрировано 30 ДТП, в которых 3 ребенка погибли и 37 получили травмы. В 21 случае – это дети-пассажиры. Как показывает статистика в рамках проведения СК «Внимание! Дети!», на протяжении всей акции в среднем за сутки сотрудниками ОГИ Барановского ВД ежедневно выявляется 4-5 фактов перевозки детей и около 80 фактов о невключении ближних святофар. За время проведения акции сотрудники районной госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей 62 автомобилей, ехавших без включенных фар. За отсутствие детских удерживающих устройств в автомобилях к ответственности привлечены 32 человека. Прийти на помощь в различных ситуациях. В области начал работу летний патруль, созданный из членов БРСМ, активистов молодежных отрядов охраны правопорядка. Чем конкретно будут заниматься молодые люди в летние месяцы, узнавали наши корреспонденты. За последнюю неделю на водоемах Барановического района утонули 3 человека. Поэтому логично, что акцию «Летний патруль» активисты Барановического районного комитета БРСМ решили посвятить обучению старшеклассников правилам безопасного поведения на воде. Подобного рода мероприятия, сопровождаемые яркими примерами, формируют у ребят представление об опасности на водоемах. И в случае экстремальной ситуации они не растеряются и сумеют принять правильное решение. У нас две проблемы. Как правило, две проблемы, связанные с несчастными случаями на воде. Это тонут люди в состоянии алкогольного опьянения, касается взрослых, и тонут дети. Дети тонут или погибают на воде только от бесконтрольности со стороны родителей, либо других взрослых членов семьи. Дежурная смена спасателей показала старшеклассникам Мирновской и Жемчужинской школ, как оказать помощь пострадавшим. В ходе мероприятия дети смогли не только повторить основные правила безопасного поведения на воде, освежить в памяти приемы и методы спасения утопающего, но и увидеть это своими глазами. Мы приняли участие в мероприятии «Безопасное лето» в рамках акции «Летний патруль». Нам рассказали, как нужно вести себя на водоемах, обучили первой помощи пострадавшим, рассказали об административной ответственности за право нарушения. Это мероприятие было очень полезным и информативным. Мероприятие для нас было очень познавательным, в том плане, что нам показали на практике, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. То, что мы знали в серии, мы научились и показали на практике нам. В рамках акции «Летний патруль» активисты БРСМ намерены научить основам безопасного поведения на воде как можно больше ребят района. Ярким праздником в Барановичском районе стартовала акция летних чтений «Лето книжных открытий-2018». В этом году впервые в ней принимают участие ученики 10-11 классов и взрослые читатели. Итоги акции подведут в сентябре. Открытие прошло в Доме культуры деревни «Новая мышь». Вниманию детей и их родителей была представлена театрализованная постановка «Новые приключения Шрек». Зрители ожидали встречи с любимыми мультипликационными персонажами. Очень приятно, что мы задействованы всех категорий читателей, начиная с 1 класса по 9. В этом году у нас будет небольшое новшество, потому что мы и для 10-11 классов также предоставили какие-то определенные задания. Очень приятно, что и взрослое население в этом году примет участие. Летние каникулы – уникальная возможность привлечения к книге новых читателей, создания пространства творчества и приятного общения с литературой для всех желающих. Мы ежегодно принимаем участие, с огромным нетерпением ждали этого конкурса. Очень рады каждый год, что такое мероприятие. В библиотеке у нас всегда есть очень все интересные книги, все ребенок с удовольствием ходит на все мероприятия, участвует во всех конкурсах. Мне очень нравится принимать участие в разных конкурсах. Начинаю лучше учиться в школе, хорошо читать. Принять участие в акции «Лето книжных открытий» может любой читатель районной библиотечной системы. Конкурсное задание, прописанное в читательских дневниках, предназначено для трех возрастных категорий. Ученики 1-4 и 5-9 классов выполняют творческие работы и решают логические задачи. Также в год «Малой Родины» библиотечная система для учащихся 9-10 классов и взрослых читателей подготовлен библиоквест по тропинкам родного края. И на этом у меня все. Это была программа «Семь дней Барановический район». Увидимся в 18.00 в следующую субботу на канале «Беларусь-4 Брест». Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok